Итак, мы телеканал РПИС, Елена Валарина, в кадре Алексей Ревков за кадром, сейчас находимся в формате программы «Вечерний гость», хотя «Вечерний гость» пишет такой дневной, практически для музыкантов утреннее время, я бы сказала. Рядом со мной музыкант, исполнитель, композитор, аранжировщик даже, по-моему, да, ничего не путаю, есть уже, есть движение в эту сторону. Аксель Алексей Шагаев. Аксель, ну мы с тобой уже хорошо знакомы, уже ширно общаемся не первый раз, но все равно, конечно, будем говорить и о твоем творчестве, о том хорошем, что у тебя происходит, и я так понимаю, что вот сами стены большого концертного зала Октябрьского, где мы сейчас находимся, они вот подразумевают какое-то рвение к каким-то высоким вершинам. Есть такое? Есть желание покорить? Ну, на самом деле, очень приятно, здесь всегда воспоминания, ощущения, когда приходишь, даже если ты не выступаешь, не играешь в какие-то концерты, фестивали, не даешь интервью, просто приходишь на какое-то замечательное шоу, как вот недавно всем побывал на премьере «Тот», собственно, в спектакле. Потрясающая атмосфера, очень довольная разная публика, все такие яркие, интересные, максимально красивые сцены, все очень классно, красиво, и просто приятно вот сюда прийти, просто посмотреть что-то, насладиться атмосферой, посмотреть, в конце концов, просто на людей, даже не на сцену, а просто насладиться этой атмосферой большого концертного зала Октябрьский. Ну, я знаю, ты участвуешь в концертах большого концертного зала Октябрьского, просто пока еще нет таких, может быть, многодневных аншлагов, чтобы это был какой-то твой тур, как исполнитель, но я думаю, что все равно это, конечно же, впереди, как это ключевое слово «пока». Ну, пока мы прерываемся на один из клипов Акселя и возвращаемся к вам очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, мы уже приблизились, можно сказать, к святая святых сцене большого концертного зала Октябрьского, Ну, напоминаю, что мы находимся сейчас в рабочей такой обстановке, когда идет только подготовка к какому-то мероприятию. А ты знаешь, какое мероприятие ожидается? Я думаю, скорее, 8 марта. Уже? Из ближайшего. Ну, почему нет? Заранее. А мы такие, мы как машина времени. В любом случае, давайте смотреть, что там. А вообще, надо сказать, что вот большие концерты и интересные такие, может быть, события, они же тоже вот всегда должны действительно готовиться заранее. Я знаю, что ты принимаешь участие вот в таком, ну, непростом достаточно городском празднике. Вот расскажи про него, потому что сейчас вовсю идет к нему подготовка. Ну, на самом деле, там нет ничего сложного. Это будет какое-то яркое произведение, которое знают все, любая публика, и взрослые, и дети, которым это будет приятная музыка слушать, словно, если бы я играл и с оркестром, и сольно. Поэтому просто в обычном режиме занимаюсь, готовлюсь, разыгрываюсь и уже непосредственно уступаю. Ну, естественно, прихожу на саундчек до самого концерта, вот чтобы все были довольно счастливы, и просто уступаю спокойно. Скромность тоже отличительная черта нашего героя, но я понимаю, что все равно важно говорить про то хорошее, важное и полезное, что ты делаешь. На самом деле, я еще хотела с тобой поговорить про то событие, которое ты еще и готовишь как организатор, но прежде мы посмотрим один из клипов Аксели. Еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот она, святая, святых уже, святее, как говорится, не придумали. На сцене. Большого концертного зала Октябрьского мечтает оказаться, да и что там большинство, все музыканты нашей страны, не только нашей страны, я знаю, какое уважение вызывают эти стены и вызывает эта сцена. И вот мы, пользуясь случаем, как раз здесь находимся. И я знаю, что у тебя еще впереди много сцен, помимо такой значимой и знаковой. Есть же кастроли, как у любого музыканта. Ну, скорее, это небольшая поездочка. Вот было недавно, совсем в январе было выступление в Балтийском доме. Это был аторский проект, посвященный, собственно, блокаде Ленинграда. То есть это была небольшая история на 30 минут про людей, которые укуривались из Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И нас позвали в Пермь выступить, собственно, с этим проектом, где я там и играю, и чуть-чуть у меня там небольшие реплики. То есть это очень интересно, очень правдивая история, собственно. Поэтому, если кто-то будет в Перми, приходите, будем всегда рады. А я знаю, что в Пермь уезжали очень многие из блокадного Ленинграда, и даже так получилось, что те, кто уже потом жили в Перми, возвращаясь уже, так скажем, в город предков, говорили, а на самом деле, можно сказать, что мы родом отсюда. Ну, так, наверное, было и с большинством городов, но просто действительно Пермь как-то имеет особенное значение для Петербурга. Очень многих пермяков лично знаю, привет им, как говорится, огромные. Ну что же, хорошо тебе выступить там, а мы пока продолжим свое путешествие по Аббаказу здесь. Продолжение следует... Ну вот тоже интересное место, к которому не подойдешь даже за кулисами во время концертов, потому что здесь всегда ажиотаж, здесь никому особенно нельзя находиться. Тут магия, магия концертов происходит. Магия, магия концертов, связь, коммуникация. Связь, коммуникация, я знаю даже, что и управление, ну, концертом, в принципе, идет отсюда, да? Ну, какие-то, да, руководства, собственно, идут отсюда, то есть тут либо режиссер, либо бумережиссера, который передает, собственно, туда, где все едина сцены. Все передают уже звукорежиссерам, которые сидят, то есть наверху, где-то там на антресорях очень далеко, и вот опять же с той кулисой сцены опять же связь происходит. Вот, кстати, если говорить про сопутствующий музыканту, так скажем, в специальности, ведь все равно, наверное, без звукорежиссуры тебе не обойтись, потому что аранжировки, сведения песен. Многие специалисты отметили, насколько тщательны, сведены треки Акселя, вот я тебе честно говорю. Ну, это заслуга, опять же, всех моих звукорежиссеров, в том числе и Сергея Хоффи, и сейчас ребята, с кем я вот и работаю, это ребята в ведении Турческое Объединение Порядок, молодые ребята, то есть там, которые приехали из Смоленска и здесь, собственно, основали студию, работают и трудятся. И вот другие какие-то яркие люди, то есть это в том числе и какие-то известные битмейкеры, например, там, Эйо Маркиз, который какие-то биты, то есть им вот эти аранжировки, музыку мне писал, и уже его, собственно, звукорежиссер непосредственно Аскер, который все это сводил, редактировал, обрабатывал голос, вычищал все вот эти вокальные партии, сводил, пересобирали, что-то отрезали, убирали. То есть это командная работа, это, естественно, то есть не моя только заслуга, это команда именно вот, которая все это, собственно, собирает все вместе. Отмечено, отмечено специалистами, точно тебе говорю, из моего музыкального мира. А вот я понимаю, что сейчас уже не обойтись без такой тщательности, потому что слишком много контента, и если допускать какие-то неточности, небрежности, даже при талантливой работе, ну, будет уже не тот эффект, согласись. Ну, смотря какая музыка, наверное, потому что если какая-то там... Живая, да, там, например. Может быть, какой-то минимализм, я не знаю, любая. Да, или, например, живой концерт записан, то он может остаться тоже с какими-то неровностями. Ну, от жанра музыки зависит, все-таки, если это все-таки какой-то рок с каким-то ярким вокалом, то есть, ну, естественно, там надо писать, если не получается, реком, там, по одной строчке, по слову, переписывать, пересводить, там, слушать, собирать, заново переписывать, то есть тут очень много нюансов, на самом деле, не скажу. Интересно погружаться и в том числе и в нюансы, и в том числе и в деятельности нашего гостя, но опять мы приживаемся на какое-то время. Что ж, давно все идет не по плану, атмосфера во мне на всех и все, все поломало, каждый день. Что мне принесет новый день? Надеюсь, солнце теплоту твоей души хоть на миг. Я прошу, не погаси, мое пламя в груди, оно стремится наружу, я прошу, не погаси. Дай хотя бы минуту, закрываю себе один, обниматься я стал нелюдим. Все мы из монолитного блока, разрываю лаком и не могу вдохнуть. И вот еще одни легендарные без привлечения стены Большого концертного зала Октябрьского, которые знают, наверное, все, и те, кто таланты, и те, кто их поклонники, потому что и таланты, и поклонники, и команда очень любит здесь фотографироваться, даже если вы никогда не были в закулисье Большого концертного зала Октябрьский, я уверена, что эти стены вам известны. Ну и здесь же еще вообще такая вся удивительная атмосфера, потому что вот гримерки, они же тоже как отдельная жизнь, они тоже как отдельный дом. Вот скажи вообще, ты когда на гастролях, ты привередлив к какой-то внешней обстановке? На самом деле нет, больше зависит именно от того, что где я выступаю, что там из инструмента, то есть там рояль, фортепиано, пианино, то есть как он настроен, не настроен, если там нормальная гримерно, просто чтобы переодеться, то есть больше беспокоить о том, чтобы как и где я выступаю, нежели как я там проживаю, отдыхаю и как бы готовлюсь уже к выступлению. То есть тут нет такого. А вот Эмма Васильевна Лавриновича, которая глава Октябрьского, и которую называют мамой, хозяюшкой, многие-многие артисты, всегда тоже создает сама артистам, я знаю, особое ощущение, особое ощущение, особую атмосферу, чтобы вот все-все-все было так, как им нравится. Ну самое главное, да, чтобы творческому человеку нравилось, нравилось раскрываться. Я знаю, что еще один проект есть, который раскрывает творческих людей, я давно про него пыталась поговорить, но давай поговорим прямо сейчас. Это конкурсы, причем конкурсы для многих исполнителей нашего города, и не только, по-моему, нашего города. Да, это музыкальный конкурс, который делает СБ ГУП «Пассажир Татранс» уже второй год подряд, и в этом году мы убрали возрастные ограничения, теперь могут участвовать все до 100 лет, все взрослые люди, авторы многих проектов, песен, просто могут подать заявку до 31 марта. Это абсолютно все бесплатно, без каких-либо там взносов, как есть на каких-то других конкурсах, например, музыкальных. Поэтому участвуйте, присылайте свои песни, внимательно читайте положения, и будем рады видеть вас уже на очном прослушивании в апреле. И большие сцены нашего города будут вам доступны, в том числе, надеюсь, и когда-нибудь большой концертный зал «Октябрьский». Тебе пожелаю только ярких концертов, ярких выступлений, в том числе, чтобы здесь были аншлаги, потому что место действительно знаковое, прекрасное, лучшее, одно из лучших нашего города, корректно, скажем так. Ну что же, с вами были Алексей Рябков, Елена Ларина и Аксель Алексей Шагаев. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok